Ваше высокоприятное священство И это отношение, как уже говорилось сегодня, К каждому из нас, каждый крещен С именем Святого, который является Его Небесным Покровителем. Это первое воскресенье после Троицы, С завтрашнего дня начинается Петро-Кост, И поэтому обычно в этот день Торжественно совершаются богослужения, которые завершают празднование Пятидесятницы и которые открывают новый период в духовной жизни каждого христианина, предстоящие недели поста, молитвы и приготовления себя достойно празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И сегодня в евангельском чтении от Матфея мы слышали очень сильные слова, которые Господь произнес. Вообще его проповедь отличалась от всего того, что говорили в его время люди, имевшие авторитет, спокойствием, любовью, смирением. А вот в сегодняшних словах Спасителя слышится сила и предупреждение людям. Эти слова так звучат. «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, и Я исповедую перед Отцом Моим Небесным. А того, кто отвергнется от Меня, оттого и Я отвергнусь пред лицем Отца Моим». Что означает «исповедовать Христа»? Это означает оставаться верным Ему не только в легких обстоятельствах жизни, но и тогда, когда обстоятельства жизни становятся трудными. Особенно, когда эта трудность порождается условием, связанным с верностью, с сохранением верности Спасителя. Если человек теряет верность, он и перестает исповедовать Господа и Спасителя. А происходит это обычно под влиянием внешних неблагоприятных обстоятельств. Мы знаем, как в первые столетия христианской истории появилось множество мучеников и исповедников, которые жизнью своей запечатлели верность Спасителя. Им предлагалось отречься от Господа. И тогда они бы могли остаться живыми. Многие из них могли сохранить высокое положение в тогдашнем римском обществе. Свои деньги, своему, свое имущество. А если не отвлекались, то теряли все. И имущество, и доброе имя, и саму жизнь. И вот поставленные в такую жизненную коллизию, очень многие, сотни и сотни христиан, а может быть тысячи, мы не знаем имена всех, исповедовали пред лицом людей свою веру в Господа и Спасителя. И лишались жизни. Но, наверное, хорошо вспомнили эти слова. Если вы исповедуете меня пред людьми, и я буду исповедовать вас пред лицом Отца и моего Небесного. То есть, если вы со мной здесь, то вы со мной и там вечная жизнь. Исповедание – это не что иное, как свидетельство о Спасителе, связанное с рисками для жизни, для благополучия, для здоровья. Это то, что требует огромной внутренней силы. Именно поэтому подвиг учеников, исповедников так почитается в нашей Церкви. И вот возникает вопрос. А что же является нижущей силой этих исповедников? Что было силой в прошлом? Но можно смело сказать, что является и силой для исповедания Христа сегодня. Это, конечно, глубокая вера в Господа и Спасителя. Но более того, это личный опыт общения с Ним. В молитве в Таинцах, когда человек чувствует Божье присутствие, когда он видит, слышит, осознает, что его молитва достигает Божественного престола, и он получает просимое, вот этот опыт реальной жизни с Богом и является той силой, которая дает возможность человеку исповедовать с Христа распятого, Сына Божьего и Сына Человеческого, даже до смерти, не боясь ничего. В каком-то смысле исповедание Спасителя является великим, священным, блистательным символом того, что мы называем верностью. А верность — это ценность огромная. На верности основываются человеческие союзы и, в первую очередь, семейные союзы. Если есть верность, то есть семья. Разрушается верность, разрушается семья. Но не только этот семейный союз основывается на верности. В каком-то смысле все человеческое общежитие. Жизнь народа, она тоже во многом связана с верностью, верностью общим идеалам, верностью Родине. И мы знаем, как в страшные годы войны именно эта верность, даже на смерти, помогала народу нашему не только выстоять в страшной войне, но и победить во много крат превосходящего противника. В основе верности не существует никаких прагматических интересов, потому что верность до конца означает способность человека умереть во имя этой верности. А никакими материальными ценностями невозможно уравновесить человеческую жизнь. Значит, верность долгу, верность Родине, верность близким своим — это нравственная категория человеческой жизни, никак не связанная с материальными фактами. Никто никогда не оставался верным даже на смерти во имя материального вознаграждения. Такого по природе быть не может, потому что, повторяясь, скажу, человеческая жизнь дороже всего на свете. И вот Господь требует от нас по отношению к Нему этой верности. Если будете исповедовать Меня перед лицом людей, то Я вас буду исповедовать перед лицом Отца Моего Небесного. Он прямо требует от нас этой верности, потому что без верности не может быть и веры. Какая же вера в Бога, если ты не остаешься верным Богу? Разрушается вера, разрушается вера, разрушается молитва, разрушается духовная связь между Богом и человеком, все разлетается в мелкие кусочки, ничего не остается, пустота. Молитва человека, потерявшего веру и верность, не достигает Бога. Но ведь точно так же и в наших человеческих отношениях уничтожается верность, уничтожается связь с другими, уничтожается общность, сила, соединяющая людей. Святой Ефрем Сирин произнес замечательные слова, он сказал так, что тот, кто страдает за Христа, страдает за себя, за свою жизнь, за свое спасение. В каком же смысле, страдая за Христа, мы за себя страдаем? Да потому что через это исповедание веры Христовой мы сохраняем в себе огромную силу быть верными Ему, а значит, вообще быть верными, совершать поступки, неизмеряемые материальным вознаграждением, совершать подвиг, совершать великие дела. Вот таким образом Евангелие показывает нам, как человеческий подвиг, а связанный с ним и успехом, не может быть успеха без подвига, без напряжения сил, как все это имеет ту свою духовную составляющую. И поэтому в большинстве случаев неуспешно, в полном смысле слова неуспешно, в жизни человека, не способного отдавать себя любимому делу, быть верным в отношении близких своих, в отношении Отечества своего. И в основе всего этого верность Богу. Я радуюсь возможности посетить этот замечательный край Коми. Эта земля удивительно богатая. Большинство сокровищ этой земли еще под спудом. Читая какие-то материалы о Коме, я обратил внимание на некий пессимизм, связанный в том числе с освоением северных территорий. Кто-то говорит, что уголь закончится скоро, так что нечего вкладывать деньги в северные территории. Да разве только одним углем богатая эта земля. Нужно быть настолько близоруким, глупым, что выходя по этим сокровищам должен думать, что в какой-то момент часть из них перестанет быть эффективно добываемыми. Так на месте этой части возникнут другие возможности, во многократ превосходящие то, что сейчас мы имеем. Коми это земля с огромным потенциалом. Но для того, чтобы этот потенциал был раскрыт, как я сегодня сказал в аэропорту корреспонденту, который меня спросил о моем визите сюда, я сказал ему об этом человеческом потенциале, который должен раскрываться для того, чтобы природный потенциал был раскрыт. А для того, чтобы человеческий потенциал был раскрыт, Мы должны жить не только по законам стихии мира сего, не только по закону плоти, по закону духа. Мы должны быть способными быть верными, мужественными, сильными, способными сопротивляться трудным внешним обстоятельствам для того, чтобы жизнь через нас становилась лучше. Вот почему мы открываем храмы здесь на земле Коми, почему создана еще одна епархия, потому что глубоко убежден, говорю это открыто, и прошу с вниманием и доверием отнестись к моим словам, через возрождение духа возродится и все остальное. И не будет никакого пессимизма, никакого критического отношения к месту своего проживания, никакой потери перспективы. Для этого нужно быть сильным духом, иметь крепкую веру и способность трудиться. А Господь всегда идет навстречу верным и тем, кто трудится, в том числе во имя Его трудится. Поэтому я хотел бы призвать благословение Божие и на град Сыктывкар, на Коми, на Воркуту, куда я намереваюсь сегодня также полететь, чтобы помолиться с жителями этого северного города. Я призываю благословение Божие на всех вас, мои дорогие. Храните веру православную в сердцах. Живите по Божьему закону. И тогда все, что является вторичным по отношению к этому духовному измерению жизни, будет вам подвластно. И тогда вы будете определять течение жизни, потому что, имея сильную веру и сильный дух, будете способны преодолевать всякие житейские трудности. Я хотел бы пожелать вам, ваше Высокое Преосвященство, помощи Божией в окормлении Сыктывкарской епархии. И хотел бы также пожелать успеха Сергею Анатольевичу в управлении, в светском управлении Республикой Божией. Субтитры создавал DimaTorzok